Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий SkyWay в этом выпуске. Проверка на разрыв. Какой материал выдержит нагрузки большегрузного юниконта? Юнибус из конструктора. Как проектирует транспорт будущего? Работы в Шардже. Как продвигается стройка инновационного центра SkyWay в Эмиратах? И наша традиционная рубрика «Этот день в истории SkyWay». А теперь обо всем этом подробнее. Работы по возведению инновационного центра SkyWay продолжаются в Шардже. На данный момент рабочие приступили к озеленению крыши Экодома и креплению стальных стержней на недавно возведенных анкерных опорах. Прокладка электроинфраструктуры комплекса завершена наполовину. Продолжаются испытания болтовых соединений для будущих транспортных эстакад SkyWay. В рамках большого проекта по увеличению выносливости, используемых в строительстве материалов, сеть сертифицированных лабораторий тестирует сотни килограммов высококачественной стали на разрыв. Как было отмечено генеральным конструктором Анатолием Юницким несколькими неделями ранее, законодательство Объединенных Арабских Эмиратов построено на европейских нормативах, где для транспортных эстакад и мостовых сооружений требования к циклическим нагрузкам и долговечности материала более жесткие, чем в СНГ. Если в Экотехнопарке SkyWay ферменные конструкции смонтированы с использованием сварки, то в условиях климата и законодательства Эмиратов конструкцию необходимо перенести на высокопрочное болтовое соединение. Подробности в нашем сюжете. В конструкциях транспортных эстакад используются болтовые соединения. Так как нагрузки на транспортные эстакады достаточно существенные, в том числе по ним должен передвигаться большегрузный юниконд массой около 50 тонн. Необходимо обеспечить повышенный коэффициент трения в болтовом соединении. Без дополнительной обработки трения между стальными пластинами достаточно мало. Для того, чтобы повысить это трение, соответственно несущую способность данного соединения, мы применяем различные способы обработки поверхности. В данном случае здесь нанесен карборундовый порошок, что существенно примерно в три раза повышает коэффициент трения по сравнению с соединением, где просто сталь по стали. Это сравнимо с тем, что если бы мы соединяли просто стальные пластины, то площадь этого соединения была бы приблизительно в три раза больше. Полную версию интервью вы, как и всегда, в скором времени увидите на нашем официальном сайте и на канале YouTube. Управление подвижного состава Закрытого акционерного общества струнной технологии готовится к релизу новой модели городского пассажирского юнибуса. Накануне специалисты управления представили полноразмерный посадочный макет будущего транспортного средства. Этот прием используется практически всеми производителями грузопассажирского транспорта, начиная с кораблей и заканчивая легковыми автомобилями. Делается это для комфорта конечного пользователя, ибо без полноразмерного посадочного макета невозможно предусмотреть все тонкости размещения пассажиров. Нашей съемочной группе удалось запечатлеть поиск оптимального решения при конструировании будущего юнибуса. Об этом подробнее расскажет конструктор компании струнной технологии Александр Волков. Это так называемый посадочный макет одного из наших перспективных транспортных средств, в частности это вагон подвесного транспортного средства, которого мы надеемся будут огромные перспективы. Необходимо быть на сто процентов уверенным, что здесь все так как было задумано. Это можно понять только находясь внутри, посидеть, походить, потрогать. Это как детский конструктор. Мы можем переставить здесь любую панель, изменить наклон стен, изменить дизайн, изменить проемы. Для того, чтобы находясь внутри, мы нашли оптимальное решение. Здесь даже вот видно на этом макете, что левая и правая стороны несколько отличаются. То есть это один из вариантов поиска оптимального решения. Точно так же и по рассадке пассажиров. Это уже, наверное, третий или четвертый вариант салона. 25 лет назад белорусские академики Федор Николаевич Капуцкий и Михаил Степанович Высоцкий обратились к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с просьбой о государственной поддержке струнного транспорта, назвав проект Юницкого такой комплексной научно-технической программой, которая позволит выдвинуться Республике Беларусь на передовые рубежи и занять достойное место в мировой экономике. Обратили свой взор белорусские ученые на прототип струнной дороги после успешной презентации технологии на двух международных инновационных ярмарках в Германии. К слову, не остались равнодушны концепции и такие технологические гиганты, как General Motors и Mercedes-Benz. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект. Даже когда в эпоху пандемии затих голос Греты Тунберг, строй SkyWay, спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова